приветствую вас дорогие друзья субботний вечер я продолжаю свой влог сегодня произошла удивительная встреча я ходила на одно мероприятие посвященное искусств называется физкультурно-спортивном комплексе нашего города собрались стира искусств не побоюсь этого слова всевозможных в том числе и прикладных изобразительных графических в том числе хореографических вокальных это был праздник искусства и на этом мероприятии фрагменты которого вы сейчас увидите я видел а мои зрительницы не подписчица а именно зрительница эта девушка написала мне вконтакте не помню точно когда мы недавно просто писала пригласила на свою страничку посмотреть свои работы я посмотрела и ограничилась сегодня хожу по этому фейска снимаю смотрю по сторонам снимаю все что мне понравится кстати не все и все что мне понравилось я написал у меня панельки не хватило вот да и значит вот ходит ко мне девушка и твою на я тут же лихорадочная я просто впала в панику кто это кто-то из родственников не дай бог я кого-то обижу тем что не помню я вас просто смотрела в интернете ваше время я вообще честно говорю я вообще в первую жизнь это моя первая встреча это моя первая встреча это моя первая встреча ну да 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 а вот это а я же могу рассказать об этом вот такие изделия делает мария так вот ее так давайте посмотрим что это это кулилица сюда благовония да ну да здесь подшипка из благогония так тоже курильница а сюда что арома масла наверное да нет это просто просто а это 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 одна на другую поставленного понятно вот стульки колокольчики какие звонки это тоже надо сестре сказать сестра у меня детский центр фьютор киев вообще изначально частными частные вообще и п и вот она как сказать ну сотрудничать можно же было стивучит до 5 можно обучать или это сложно вот этому нет скорее всего детям нужна мне у меня более технологический такой протест Витя вам это самое вы формы да? да формы из чего? из дерева из гипса аааа так сложно все это делается все это пока я думала у меня там куча гипсов форм там просто стоит вообще такой вот ну а форма ты тоже наверное лепкой да? форма тоже не его цена сначала лепится из пластилина сама модель вот вот я фигурку слепила из пластилина вот потом из нее форму снимаю ааа потом уже в эту форму можно уже многократно заливать линию жидко-линию вот в принципе это процесс понятно в основном вот таким способом делается посуда и вся посуда которая пользуется вот она делается таким именно способом понятно вот так там конечно уже такие другие массы используются комфортные массы баянцы вот у меня просто глина вот эти орнаменты это тоже литье да? все это сверху ничего не налепляется? ну сверху это я просто продавливаю эти штампики все отдельно штампики делаю и вот сверху вот я продам больше чем по-всякому а штампики тоже гипсовые? штампики из глины я делаю обжигаю они твердые становятся и вот можно продавливать но это продавливается внутри формы да? в которую заливается или сверху сюда? нет вот он такой просто гладенький из формы когда я его вынимаю он еще сырой и вот и уже по сырой глине я его так продавливаю вот таким штампиком он остается узор вот 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 эти все мордочки глазки они тоже потом уже когда из формы я вынимаю сырое изделие они доделаны все а они не деформируются когда вы это вот надо уметь понятно и держать и чтобы это понятно а как они внутри полые получаются вот это потому что льется литье уделяется то есть форма такая еще внутри я просто не могу понять а вот так вот да? да? форма вот здесь вот по краям получается вот такая округ внутрь заливается глина вот а вот почему полы? потому что как сказать внешняя глина она сливается аааа когда стенки вот эти наберутся ааа внешняя глина сливается получается внутри полость такая понятная вот если вы видите например изделие да вот с такой полостью внутри и знаешь понятно что это дитье способ дитья вот все угу угу вот холокольчики такие звонкие вот уточки вот уточки вот уточки бурятские мотивы можно выпивать ой по-всякому сурово это вот на прошлый год я делала лошадок вот под гжель расписывала угу угу что же хорошо брали надо было овечек таких сделать тоже гжельских типа ну вот да да мне тоже уже говорили потом люди почему не делаете дальше одолжение серии а я наоборот думала вот такие они более такой этнический стиль более бурятского стиль поэтому так сделала вот тут их может раскрасить по-другому да не знаю ну да людям нравится я поняла что людям больше нравится все такое яркое цветное да да красиво какой-то уже нравится но уже не всем ну некоторым ну мне например тоже больше вот это нравится ну да это для меня да я как заметил просто позвоню вас сначала самому сад не так это просьба в москве ну ну а вы на следующем деле а вы договариваете с администрацией главы комитета информационной а где ваши можно купить изделия изделие можно купить в Дочане на Высли конечно много стоит в Арбате в Сибири в Сибири торговый центр в то есть в арбате там тоже сувенирный магазин художественная модель можно купить вот такая есть в SR гостиница там есть в принципе всё это так это что это чаша Вообще прелесть. Можно ею и пользоваться на кухне. Очень хорошо продукты хранятся. Вообще изначально у меня заказывали вот эти чаши для подношения. Потому что когда на алтарь будет ставиться, там нужно 8 чашечек поставить подношения. Спортло, с угощением, с цветами. Можно градусы использовать. Продукты. Я дома на кухне пользуюсь. Я бы тоже пользовалась. Какие цены? Такая чашечка я продаю по 150 рублей. Совсем не было. Светлую по 180, по 150 рублей. У меня вот такая юнта 250 рублей. И вот эти наши колокольчики. Какие красивые. Как тебя зовут? Саша. Саша заскучала. Пойдем, хочешь песочком порисовать? Нап dolчика. Делай. А дальше. Хочет. Что? Хочет. Я пойду. Вот. Грузия. Продолжение следует...